Сами американские СМИ, если отвлекаются ненадолго от темы российской угрозы, то только для того, чтобы продолжать душить Дональда Трампа. Завтра выйдет номер знаменитого журнала «Нью-Йоркер» со статьей, разоблачающей сексуальные похождения Трампа. Мы предполагали в нашей программе, что разоблачение голливудского продюсера Харви Ванштейна это репетиция перед атакой на фигуру посерьезней. Возможно, это публикация в журнале «Нью-Йоркер» начала атаки. А великая битва с влечением мужчин к женщинам продолжается. Новости из фронтов. В Конгрессе США будут проводить специальные тренинги, как бороться с сексуальными домогательствами. Компания BBC остановила съемки сериала под детективу Агаты Кристи. Ведущего актера обвинили в изнасиловании, теперь ищут нового. Сильвестр Сталлоне решительно отвергает обвинение в домогательстве. История 30-летней давности той девушки уже под 50. Открытость и пресловутая политкорректность с большевистским упорством, насаждавшиеся в западном мире, обернулись поразительным, невиданным лицемерием. И ведь как быстро это произошло? Всего за 2-3 десятилетия. Как долго продлится это общественное безумие? Удастся ли сломать человека, его основные инстинкты, его разум? Пока никому не удавалось, по крайней мере надолго. Но появились новые инструменты. Тотальный контроль через социальные сети, пугающий искусственный интеллект. Прогноз скорее негативный. Евгений Баранов продолжит тему. Пошлейшая тектоническая волна ханжества и лицемерия с эпицентром в Голливуде постепенно накрыла США и уже докатилась до Европы. Сегодня бессмысленно называть все меркнущие на наших глазах звезды. Все равно каждый день мы будем недосчитываться еще одной. Начав с продюсера Харви Вайнштейна и походе утопив Кевина Спейси, этот поток помоев захватил Дастина Хоффмана, Оливера Стоуна, Бена Аффлека и Стивена Сигана. В этой мутной жиже уже барахтуются датский режиссер Ларс фон Триер и Сильвестр Сталлоне. Кто будет следующим на этой залитой грязью красной дорожке, можно только догадаться. Наше искусство основано на основных инстинктах. Они пронизывают все искусство. Поэтому очень тонка граница между сексуальным домогательством и просто вниманием к человеку. Но для меня это просто хорошо организованная кампания, флешмоб. Потому что внезапно все начали обвинять и признаваться. Каждую неделю. Можно сказать, что это копилось многие годы. Но с чего бы людям признаваться в таких личных вещах? Они словно в очередь выстраиваются признаваться. Я полагаю, это продолжение политических игр в нашей стране. Подозрение в том, что волна обвинений в сексуальных домогательствах как-то связана с подготовкой общественного мнения к импичменту Трампа усилились после того, как среди обвиняемых оказался 93-летний бывший президент США Джордж Буш-старший. На данный момент есть уже 8 соискателей неспочетного звания жертв старика-колясочника. Есть и печальный опыт его преемника Билла Клинтона, упорно не желавшего признавать свои шалости со стажеркой Левински в овальном кабинете и избежавшего импичмента только благодаря войне, развязной им в Югославии. В рамках такой истории бывших постояльцев Белого дома Трамп с его тягой к красоте и брутальной паровадой – идеальная мишень. Только эту историю надо было слегка разбить. Сейчас у Трампа есть конфликт с эстеблишментом, и этот эстеблишмент пытается подойти к Трампу несколькими путями, найти основания для импичмента. Первое основание – это как раз показать Трампа ставленником Кремля, вот этим кремлевским агентом. А вторая – параллельная линия. Вот эти все скандалы с политиками, с актерами, которые сейчас происходят в Европе и в Америке – это попытка обкатать некие сценарии и как бы потренироваться. И в конечном итоге цель всего этого – безусловно, Трамп. В подтверждение этой версии якобы случайное появление на этой неделе на официальном интернет-ресурсе Пентагона призыва отправить Дональда Трампа в отставку за домогательством. Правда, ни одного, а в компании с уже погрязшими в пучине нынешнего секс-скандала политиками – сенатором Эллом Франкином и кандидатом в сенаторы Роем Муром. Аудитория этого сообщения составила 5,5 миллионов человек, став прекрасным подарком для тех, кто хотел бы именно сейчас вытащить тему морального облика президента в топ-лист обсуждаемых Америкой новостей. Меж тем, есть и совершенно противоположная, но тоже политическая версия, первоисточникной причины сокрушительной волны сексуальных разоблачений. В этой стране происходят изменения, которые все эти люди не хотели замечать, им было на все плевать. Они считали себя элитой, властителями умов. Но здесь у нас сейчас происходят изменения, романтические, сейсмические, экзистенциальные, уровни катаклизмов. Изменения в культуре и в США, и, думаю, на Западе в целом. И, может быть, сигналом к этому, а может так совпало, стало президентство Трампа. И неважно, нравится он вам или нет, но именно он причастен к этой истории, к разрушению всей этой мерзкой, псевдоинтеллектуальной элиты, от Клинтонов до Вайнштейнов. Если бы вся эта история ограничилась только Соединенными Штатами, то версию о внутриполитической разборке и обмене ударами ниже пояса можно было бы считать состоятельной и самодостаточной. Однако волна поисков виновата. Мужчин, легко перевалив через Атлантику, уже смыло в отставку министра обороны Великобритании Майкла Феллона, 15 лет назад, якобы ухватившего за коленку журналистку. Появились и первые реальные жертвы. Бывший министр правительства Уэльса Карл Сарджент покончил с собой, будучи обвинен в том же сексуальных домогательствах. Не знаю, феномен это или симптом чего-то, или просто секс-история, на которой все падки, но меня очень беспокоят подобные истории с истекшим сроком годности. Эти женщины должны были заявлять об этом тогда же. Идея о том, что ты можешь выдвинуть обвинение против кого-то, чтобы уничтожить его, кажется мне очень тревожной. Без малого тысячи шведских и норвежских актрис, около двух тысяч шведок, занятых в музыкальной отрасли, четыре тысячи скандинавских женщин-юристов вдруг слились на этой неделе в дружный фор протестующих против глобального мужского беспредела. И требования уже не ограничиваются возмездием за якобы совершенные когда-то преступления, а становятся политическими. Похоже, неожиданный триумф Трампа над Клинтон стал ударом не только по политической системе США. Под ударом оказалась вся господствовавшая на Западе в последние десятилетия глобалистская неолиберальная идеология. Идеология, одной из основ которой является экстремистский феминизм с его гендерной теорией, в соответствии с которой естественное разделение полов является порочной формой социального угнетения, подлежащей немедленно к празднику. Я думаю, инспирируют это какие-то спонсоры демократической партии, в том числе, возможно, определенные женские организации, которые понимают свою востребованность в этой истории, понимают, что сейчас за счет вот новой тенденции они могут резко увеличить свое влияние, в том числе и общественно-политическое влияние. В том числе те женские организации, которые, конечно, делали очень серьезную ставку на победу Хиллари Клинтон, надеясь, что это будет для них временем такого, знаете, ну, как сказать, глобального хурора. Помните известную фразу Мадлен Олбрид, сказанную ей незадолго до выборов в США, о том, что каждая женщина, которая не поддержит женщину на выборах, достойна отдельного ада. Расчет был на то, что успех Трампа среди белых мужчин из американской глубинки удастся компенсировать за счет их же жен, домохозяек. Расчет не удался. Годы борьбы с традиционализмом семьи как основы общества не дали желаемого результата. Вместо будущего с Хиллари Клинтон американки выбрали настоящее со своими мужьями, такими, какие они есть. И не только американки. Политическая жизнь Европы свидетельствует о том, что именно традиционная семья с ее распределением ролей остается последним препятствием на пути безудержного, бесполого, глобального прогресса. Стало понятно, что решить эту проблему можно лишь одним путем. Окончательно лишив западных мужчин остатков влияния авторитета, вынудив к публичному покаянию и самобичеванию. Создав массовый психоз, при котором само понятие презумпции невиновности будет уже неуместным. Именно поэтому первым тряхнула Голливуд. На что же еще надеяться, если даже кумиры, как выясняется, такие жалкие свиней. Евгений Баранов, Вероника Козлова и Александр Гусев, Воскресное время.